В соответствии с планом основных мероприятий городского округа Зарайск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год и в целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону, проведено показательно тактико-специальное учение по теме управления силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств. Пожароопасный период 2024 года. Учения проходили в максимально приближенных к реальным условиях, где были задействованы силы и средства Зарайского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сотрудники и техника Луховицкого филиала Государственного казенного учреждения Московской области МОСОБЛЛЕС, Луховицко-Ступинского филиала Главного административного управления Центр Лесхоз, Государственного бюджетного учреждения Московской области МОСОВТОДОР, Регионального управления автомобильными дорогами номер 6 ПК Зарайский. В ходе учения глава городского округа, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виктор Петрущенко с руководителем оперативного штаба по ликвидации ландшафтных пожаров на территории округа Сергеем Москалевым проверили готовность сил и средств к пожароопасному периоду. Благодаря оперативному реагированию и взаимодействию между службами специалисты, участвующие в тушении пожара, с поставленными задачами справились. Учения подтвердили готовность всех служб к слаженной работе в борьбе с очагами возгорания. С начала года на территории городского округа Зарайска произошло 27 пожаров, из них 18 пожаров это загорание сухой растительности. Уважаемые жители города Зарайска, дорогие гости, убедительная просьба не поджигать сухую траву, не разводить костры везде населенных пунктов. В случае возгорания сухой растительности, убедительная просьба неизмедлительно сообщать в службу единый орган управления систему 112 или по телефону 101 пожарную охрану.